О том, как остановить агрессию России против Украины и как отвечать на другие вызовы глобальной безопасности, говорили на этой неделе на 11-м Киевском форуме по вопросам безопасности. Это одна из уже традиционных площадок для дискуссий между украинскими и западными политиками. Побывала на форуме и Ольга Теребинская. Украина готовится разорвать связи с Содружеством независимых государств. Киев намерен выйти из всех органов управления СНГ. Такое заявление президента на Киевском форуме по безопасности вызвало аплодисменты. Президент также заявил, что внесет в парламент законопроект о приостановлении отдельных положений договора о дружбе с Россией. Упомянул и о предоставлении Украине летального оружия. Ведь такая помощь – сдерживающий фактор для Кремля, и ее нужно увеличивать. Это мнение поддержал и премьер Литвы. Мы должны дальше помогать Украине, поставляя летальное оружие. И не для того, чтобы показать всему миру, что поощряем войну. Нет, мы хотим обороняться. Выполнять условия Будапештского меморандума призвал подписантов лидер украинских радикалов Олег Ляшко. Единственное возможность остановить ядерную оружие и распространение – это выполнение Будапештского меморандума, которые дали страны гарантии перед Украиной. Чтобы весь мир увидел, что Украина не потерпает от агрессии, гарантии перед ней выполняются. И что ядерная оружие не должна быть единственным инструментом для защиты национальных интересов и суверенитета. Настало время для четких и эффективных действий, которые позволят остановить российскую агрессию. Об этом, в свою очередь, заявил премьер Владимир Гройсман. Противостоять угрозе со стороны России сообща, призывает и замминистра обороны США Роберт Карм. По его словам, Россия нарушает международные договоры и пытается изменить мировой порядок. Эти попытки не новые, но инструменты, которые использует Кремль, могут уже быть в лэптопах и девайсах. И так по всему миру. Это эхо холодной войны и дезинформации. В июне 2017 года военные России осуществили кибератаку с помощью вируса Петя, что привело к огромным финансовым потерям в Европе и в Америке. Это была угроза безопасности инфраструктуры по всему миру. Опыт Украины в противодействии гибридным угрозам России очень ценен для НАТО, заявляют представители Альянса. Один эксперт вчера вечером сказал мне, что Украина получила определенную вакцинацию от фейковых новостей и дезинформации. И это очень важный комментарий. Я хочу сказать, что НАТО с нетерпением ждет возможности перенять ваш опыт. Мы знаем, что есть определенная платформа между НАТО и Украиной, созданная для противостояния гибридным проявлениям. Росгетт Мюллер также отметила, что в Украине уже реализованы многие реформы, но призвала власть учесть рекомендации Альянса во время принятия закона о нацбезопасности. И добавила, вступление Украины в ЕС и НАТО это не мечты, а реальные цели. Ольга Теребинская, Евгений Каминский. Подробности недели. Телеканал Интер.